8 октября Мариинский театр показал первый в сезоне спектакль «Лебединое озеро». И впервые же в партии «Адетта Адилии» выступила Анастасия Матвиенко, принятая в труппу в прошлом году. Анастасия Матвиенко Исполняющий обязанности заведующего балетной труппой Мариинского театра Юрий Фатеев. Я всех поздравляю с началом нового 227 сезона. И по балету мы начали сезон прошлогодней премьерой возобновления балета «Шура Ле». Мы показали его дважды с тем же составом ведущих исполнителей, которые вывелся на премьере. Потом очень хотелось порадовать зрителя спектаклем «Конек, горбунок». Тоже премьерой прошлого сезона Алексея Ратманского на музыку «Радиона Щедрина». А сегодня впервые в этом сезоне мы показываем лучший спектакль, лучший образец классического наследия белого балета. Это балет «Лебединое озеро». Наверняка я не ошибусь, если скажу, что это самый сложный спектакль классического репертуара. Как для солистов, так и для кордебалетного ансамбля. И сегодня впервые в этом спектакле дебютирует Анастасия Матвиенко, солистка нашего театра, которая была принята в труппу в прошлом году. Действительно «Лебединое озеро» является визитной карточкой Мариинского театра, поскольку любые гастроли, любые торжественные спектакли всегда сопровождаются пожеланием, чтобы этот спектакль был включен в репертуар. Так же, как было в конце прошлого сезона, когда в Амстердаме мы показали много раз «Лебединое озеро» и на лондонских гастролях в Ковенгардене. Спектакль тоже прошел пять раз, с большим-большим успехом. Мы сумели показать пять разных исполнителей, пять разных составов исполнителей в этом спектакле. И, наверное, каждый из них продемонстрировал какую-то свою грань интерпретации. И вот сегодня рождение новой королевы лебедей. Совсем еще юной и хрупкой, но в то же время обладающей собственным характером. И не таким простым, как может показаться поначалу. На протяжении всего спектакля за Анастасию болели ее педагог-репетитор Эльвира Тарасова, а также солист Мариинского театра и, по совместительству, муж Денис Матвиенко. Конечно, я переживаю, сижу в зале, и, в общем-то, легче. Когда мы танцуем вместе, нет волнения, потому что ты сам на сцене. А когда в зале, конечно, это немножко меняет дело. Сегодня Настин партнер – Евгений Иванченко. А с вами был бы другой спектакль. Естественно, Женя, он партнер другой, он хороший партнер, он по-другому держит, я другой. И поэтому, естественно, многое было бы по-другому. Но я считаю, сегодня я посмотрел два дуэта, я считаю, у них очень хороший дуэт. И они за это время репетитор очень хорошо сделали. Что белое даже, а что черное. Потрясающе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Юрий Фатеев оценивает работу веренной ему труппы, что называется, по гамбурскому счету. «Лебединое озеро» – спектакль непростой, и начинать сезон с него, наверное, не очень просто. Спектакль показывает, наверное, в какой форме находятся трупы сейчас, в какой форме находятся не только ведущие танцовщики, ведущие исполнители и вторые солисты, но и кардебалет. Поскольку «Лебединое озеро», наверное, такое мерило профессионализма, мерило формы труппы, в которой она находится. И я думаю, что сегодняшний спектакль показал, что труппа справляется, на сегодняшний день справляется, но еще достаточно много резервов, которые можно включить, которые нужно добавить, для того, чтобы этот спектакль еще больше засверкал, для того, чтобы этот спектакль показал большую слаженность актерского ансамбля, большую слаженность ансамбля кардебалетного белого женского кардебалета. Конечно, в первый спектакль трудно требовать блестящего результата после отпуска, ведь это достигается многочасовыми репетициями, состоянием, когда артистки не просто видят, когда они чувствуют друг друга, стоя рядом. Не менее внимательно, чем Фатеев, за спектаклем наблюдал старейший педагог-репетитор Мариинского театра Геннадий Селюцкий. Для театра это 227-й сезон, а для вас, Геннадий Наумович? 54-й, даже я так... Да, 54-й сезон. Господи, сколько же Лебединых на своем веку вы видели! Не вообразить даже! Да, получилось так, что я и танцевал довольно много, но в начале своей карьеры театрами я много танцевал в Лебединых, Зикторида, а потом я и Ротборта танцевал, а потом я уже в качестве репетитора приготовил очень много и Феринцев, и Ротбортов, и сегодняшний вот исполнитель Евгений Иванченко. Это мой, пожалуй, один из самых давнишних моих актеров, с кем я работаю, лет 15 мы уже работаем. Что потребовала Джинни подготовка к сегодняшнему спектаклю? Ну, во-первых, много подготовительной работы, больше, чем обычной подготовительной работы, чем когда ты танцуешь уже с исполнительницей, которая много раз танцевала. Ну, она много работала, и Вера Тарасова с ней много работала, и я думаю, что она достойно открыла сезон сегодня, и я поздравляю ее. Такое поздравление при его внешней сдержанности дорогого стоит, ведь только в октябрьской афише «Мэринке» стоят три «Лебединых озера». Вслед за Анастасией Матвиенко в паре с Евгением Иванченко зрители увидят Ульяну Лопаткину, а затем на сцену в партии «Адетта Адилии» выйдет Диана Вишнева в паре с Данилой Корсунцевым. Поздравляем с дебютом, Анастасия! Анастасия!